В первом полугодии 2018 года эксперты Международного эпизоотического бюро проведут вторую проверку региона. Вышедшая из буферной зоны область должна достойно пройти экзамен. Эти и другие вопросы были рассмотрены на заседании аппарата Кимобласти. В регионе участились факты нецелевого использования сельскохозяйственных земель. За два года выявлены 204 земельных участка общей площадью 180 тысяч гектаров. Немало и неиспользуемых земель. Ведется работа по возврату гособственности таких площадей. На заседании были обсуждены также причины подорожания социально значимых продуктов питания. Хлеба, картофеля, риса, говядины, яиц. Специалисты объясняют это повышением транспортных расходов. Подорожание хлеба, картофеля и говядины произошло из-за перевозок, точнее повышения цен на ГСМ. Подорожание яиц сезонное. В целях предупреждения необоснованного роста цена хлеба из муки первого сорта в ноябре мы встречались с руководителями пекарень. Тогда мы договорились об одной цене – 55 тенге за хлеб и не повышать эту стоимость. Для сдерживания цен в Ставфон закуплено 2636 тонн сельхозпродукции на 236 миллионов тенге. Они будут продаваться в социальных магазинах. Аким области строго предупредил – ярмарки должны проводиться на должном уровне, а не для галочки. В последнее время от жителей были претензии на проведение ярмарок. Нам не нужны ярмарки, которые проходят для галочки. Народ ждет организованный на высоком уровне ярмарки. Городскими и районными актематами по нашему поручению утвержден график проведения ярмарок. Акимы этот вопрос должны взять под жесткий контроль. Отмечено, в регионе достаточно запасов бензина марки А-92 и дистоплива. Цены на контроле. Далее Аким области призвал развернуть активную благотворительную деятельность в помощь тем, кто в ней нуждается. Особенно под Новый год нужно поддержать малобеспеченные семьи, социально уязвимые, оказать помощь, привлекая предпринимателей и других. Необходимо поддержать, чтобы они вместе с населением с хорошим настроением встретили Новый год. Эпизотическая ситуация требует внимания. Отмечена активизация природных очагов чумы. По ящеру также не все ладно. Выявлено 377 голов больного скота. Планируется открыть новый цех санитарного убоя скота. Больной скот был перевезен в Южно-Казахстанскую область и забит, к сожалению, из-за неимения перерабатывающих предприятий мы перевозили в рамках меморандума в соседнюю область. То Сункар Коу в рамках дорожной карты бизнеса в следующем году планирует открыть в Казларде цех по переработке мяса больного скота. Кристина Алмас Кызы, Шолпаны Сабекова, Алпамы Саширбеков, Түрихан Кужахметов, Телеканал Кызларда.